Здравствуйте, ребята! Сегодня урок истории Казахстана, 5 класс, раздел Гонны. Тема урока – объединение гонских племён. Цель нашего урока – показать расселение племенных союзов на карте, объяснить формирование древних государственных объединений, исследовательский вопрос. Почему Мо-де Шаньюй говорил «Земля – основа государства?» Основные термины, с которыми мы будем работать на уроке. Шаньюй – верховный правитель Гуннов, власть передавалась по наследству. Темники – заместители правителя. Гунны, или как их ещё называют хунны, предки тюркских народов. Прежде они населяли территорию Северного Китая, Монголии, Байкала. Эпоха Гуннов охватывает период с 3 века до н.э. по 4 век н.э. В 3 веке до н.э. жившие здесь кочевые племена объединил Мо-де. Посмотрите внимательно на карту. Ответьте на вопрос. Гунны были соседями с Кангюями, Уйсунами и с Китаем. Ребята, назовите великого китайского историка, оставившего для потомков интересные сведения о гунах и других народах, граничивших и имевших дипломатические отношения с Китаем. Правильно! Сыма Цянь. Письменные источники о гунах Римский историк Амьян Марцелин писал о гунах следующее. День и ночь проводят они на лошадях. Если приходится совещаться по поводу серьезных дел, то и совет они проводят, сидя на коне. Еще один римский автор Приск пишет. После войны они отдыхают спокойно и живут беззаботно. Каждый довольствуется тем, что имеет. Мудэ, основатель государства гунов, правил с 206 года по 174 годы до н.э. В 203-202 годах до н.э. Мудэ Шанюй покорил соседние племена, жившие по берегам Енисея и в горах Алтая. По сведениям китайских хроник, в IV-III веках до н.э. гунские племена, жившие на землях севернее Китая от Байкала до Ордоса, создали свое объединение. Гуны не только захватывали земли соседних племен, но даже вторгались в пределы китайского государства. Воины гунов с китайцами растянулись на более чем 300 лет. В III веке до н.э. правители китайского государства Цинь для защиты от гуннов начали строить Великую Китайскую стену. Оборонительная стена растянулась на 4000 километров. Высота ее была от 6,6 до 10 метров. Через каждые 60-100 метров возвышались сторожевые башни. Государственное управление гуннов. Шанью – титу правителя племени гуннов. Государство гуннов сформировалось на основе военной системы. Они делились на три крыла – левое, центральное и правое. Шанью обладал безграничной властью. Он управлял государством. В его руках была судебная власть, военное управление, заключал соглашения с соседними государствами и сохранял целостность своей территории. Вторыми по значимости в государстве были тумен-басы, или, как мы их называем, темники. Они возглавляли 24 рода. Тумен-басы назначал тысячников, сотников, десятников. Каждому из них определял территорию скачующим населением. Каждый мужчина должен был иметь при себе оружие – лук со стрелами, саблю и копье. Три раза в год все вожди, военачальники собирались у Шаньюя для принесения жертв предкам, небу, земле, духам людей и небесным духам. Ребята, давайте выполним задание. Ответьте на вопросы. Какой римский историк писал о гуннах? Когда создано государство гуннов, Какой титул носил правитель гуннов? Годы правления Шаньюя Моде Государственное устройство гуннов Сколько раз проводили народное собрание? А теперь посмотрим правильные ответы. Какой римский историк писал о гуннах? Амиан Марцелин, Приск Когда создано государство гуннов? В третьем веке до нашей эры в Центральной Азии. Какой титул носил правитель гуннов? Шаньюи Годы правления Шаньюя Моде 206-174 года до нашей эры Государственное устройство гуннов Левое Центральное Правое Сколько раз проводили народное собрание? Три раза в год Послушайте легенду о Моде Земля Основа Основы государства Соседний с гуннами государства Дунху задумал отнять у них землю Отправили дважды послов к Моде И потребовали от него арабского коня и жену Моде, сказав, что и конь, и жена милость моего народа отдает требуемое В третий раз Они потребовали от Моде Клочок пустынной земли Что лежало между государствами Тогда возмущенный Моде Ответил Я выполнил два ваших условия Отдал и лошадь, и жену Так, как они были моими Но земля хоть и малопригодна Дана Тингри И принадлежит народу Нет сомнений Отдавать или нет Земля Основа государства И отдать вам ее Я не имею права После этого события Началась война В которой гуны Победили и присоединили себе земли Государства Дунху А теперь перейдем К следующему заданию Самостоятельно прочитайте легенду И ответьте на вопросы В чем заключается ее основная идея И объясните позицию Шанюэ Моде О том, что земля Основа государства Дескрипторы Назовите основную идею И объясните позицию Моде По отношению к земле Давайте выполним следующее задание Определите основной вид деятельности гуннов На основе отрывков из китайских источников Особую роль в хозяйстве гуннов Играет коневодство В мирное время Они пасут скот И ловят птиц и диких животных Дети Взобравшись на овец Могут натягивать лук И стрелять в птиц и мышей А когда подрастают Охотятся на лисиц и зайцев Несмотря на то, что В северных районах зима наступает рано Гунны выращивают пшено Гунны в основном занимались Кочевым скотоводством Часть гуннов занималась земледелием Охота у гуннов играла важную роль Итак, подведем итоги урока В третьем веке до нашей эры Жившие в долине реки Архон Кочевые племена Объединил Моде Который считал, что земля Есть основание государства Моде разбил племена Жившие в верховьях реки Несей И присоединил к гуннскому государству Земли Алтая, Саяна И основал государство гуннов О гуннах упоминают В своих трудах Сыма Цянь, Марцелин, Приск В третьем веке до нашей эры Правители китайского государства Цин Для защиты от гуннов Построили великую китайскую стену Государство гуннов Строилось по военному принципу В основном Занимались кочевым скотоводством Часть гуннов Занимала земледелием Важную роль в жизни гуннов Играла охота Спасибо за урок До свидания